Когда мы покупаем акции, мы надеемся, что они вырастут в цене и принесут нам прибыль, иначе зачем же нам их покупать? И поэтому мы их покупаем. Но акции могут и упасть в цене, и тогда мы получим вместо прибыли что? Убытки. Итак, когда же ждать обвала фондового рынка, о котором сейчас в последнее время так много говорят? Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Давайте посмотрим на акции с двух сторон. Мы все знаем, что акции – это инструмент рыночный, и цена на акции определяется балансом между спросом и предложением на рынке. То есть есть люди, которые хотят купить акции, есть люди, которые хотят их продать, и они договариваются о цене на бирже. И на основании консенсуса достигается вот эта вот цена. То есть цена определяется, с одной стороны, рыночными условиями, но с другой стороны, давайте вспомним все-таки, что же такое акция. А акция – это часть бизнеса, это очень маленькая доля бизнеса. И когда мы покупаем акцию, мы становимся совладельцами той компании, акцию, которую мы купили. И, соответственно, мы имеем что? Мы имеем право на долю прибыли. И чем больше прибыль будет расти, тем больше мы получим частей этой прибыли в качестве дивидендов. И, соответственно, если компания, наоборот, приносит вместо прибыли убытки, то через какое-то время, ну, если компания постоянно приносит убытки, то через какое-то время она, скорее всего, разорится. И если компания разорилась, она объявляется банкротом, и цена акции становится нулевой. То есть у компании, у акций есть два параметра – есть рыночная цена и есть фундаментальная цена. Понимаете? То есть вот фундамент, фундаментальная цена и есть рыночная цена. И это разные понятия. И если фундамент показывает нам, что у компании хорошая прибыль, у компании есть основные средства и нет долгов, то, скорее всего, компания будет расти, потому что компания получает прибыль, особенно если эта прибыль растет, то, соответственно, фундаментальная стоимость компании увеличивается. С другой стороны, деньги, спрос-предложение. Смотрите, что наблюдалось в последнее время. В последнее время, ну, вы видите сейчас график индекса S&P 500, и мы видим с вами, что на этом графике явно видно, что в марте месяце ровно год назад был резкий спад. Почему? Потому что ковид, ограничения, и все страны вводили ограничения, локдауны всякие, так сказать, там поезда не ездили, ничего не ездило, и рестораны не работали, отели не работали. Соответственно, было опасение, что экономика упадет. Что делали во всем мире? Во всем мире делали следующее. Они начали снижать ставку, то есть начали снижать доступность денег, доступность кредитов, и начали выплачивать деньги людям, которые сидят дома и ничего не делают. Причем выплачивали так, чтобы, ну, не меньше получали люди, чем во время, когда они работали. Соответственно, у людей появляются деньги. Как выплачивались деньги? Деньги выплачивались путем выкупа госдолга США, об этом чуть позже, и эти деньги появлялись на рынке. Куда им деваться? Куда девать деньги? То есть вот такой вопрос. Куда девать деньги? А на самом деле выбор-то небольшой, и деньги шли в акции. То есть, смотрите, вот есть спрос, есть предложение. Спрос мы увеличиваем деньгами, надуваем. Соответственно, стоимость акции растет. Но это растет стоимость акции, неподтвержденная фундаментом. И таким образом получается, что вот есть фундамент, есть акции. Они должны идти как-то параллельно. А на самом деле получается... То есть, смотрите, стоимость акции, цена акции сильно растет, но при этом она отрывается от фундамента. И когда-то... То есть, возникает ситуация дивергенции. Смотрите, компания не растет. У компании выручка не растет. Компания, прибыль компании не растет. Мы покупаем акции на рынке. Акции растут, потому что туда просто деньги идут совершенно немыслимые. Получается, что акции становятся переоцененными. То есть, на рынке бывают акции переоцененные и недооцененные. Каким образом понять, что акция переоценена? Смотрите, есть стоимость акции, которую мы купили. Ну, то есть, это как в банке, например. Когда мы покупаем акцию, вернее, когда мы идем в банк, мы кладем деньги на депозит. Я не зря говорю про депозит. Мы кладем деньги на депозит, и нам говорят, что по депозиту вы получите 5% годовых. А когда я покупаю акции, я, ну, как бы тоже как депозит, я надеюсь, что я получу по этим акциям дивиденды в размере примерно, ну, как депозит. Либо акции вырастут, но акции могут и упасть, тогда у меня убытки будут. И как посчитать вот эту вот доходность, дивидендную доходность? Смотрите, а дивидендная доходность – это часть прибыли. Если прибыль не увеличивается, то она делится вот на количество акций, которые, ну, константа, то есть, если прибыль не увеличилась, то на каждую акцию приходится ровно столько же прибыли, сколько и было. А акция стала дороже, соответственно, что получается? Дивидендная доходность акций начинает снижаться. И вообще начинает снижаться прибыль в расчете на одну акцию. Что это такое? Есть такой показатель, такие показатели. Ну, самый известный показатель, самый популярный, самый простой – это P&E. Через сколько лет прибыль, которую получает компания, окупит, ну, наши вложения? Ну, или есть еще такой показатель на одну акцию, точно так же, но это еще интереснее, вот, ну, проще, по крайней мере. То есть, я вкладываю, сколько процентов я получаю или через сколько лет вернутся ко мне инвестиции. Вот такой показатель. И когда я формировал портфель 100 тысяч рублей, я помните, если на американском рынке я выбирал акции по именно этому параметру. То есть, фундаментально я выбирал акции, которых P&E будет минимальная, то есть, за минимальное количество лет акции окупятся. В последнее время мы видим, что стоимость акций растет, и что произошло за последний год? Стоимость акций выросла, а P&E тоже вырос. То есть, доходность на одну акцию снижается, и, ну, акции оказываются переоцененными, когда же они, наконец, начнут сдуваться. То есть, смотрите, то есть, акции, еще раз показываю, раз, оторвались от фундамента, и что должно произойти? Либо акции должны снизиться, либо фундамент повысится. Вот, что должно произойти. Каким образом могут акции снизиться? Да, очень легко, на самом деле, акции бабахи и упали. Вот, а самое главное, чтобы повысился фундамент. Это главная цель сейчас, ну, всех властей, потому что фундамент растет, это значит, экономика растет. Вот в чем дело, и ради чего все это затевалось. То есть, деньги дешевые, дешевые кредиты должны идти на развитие производства, там стимулируют производство для того, чтобы компании производили товар, чтобы они получали больше прибыли. Они будут получать больше прибыли, и акции, вернее, прибыли будут расти, дивидендная доходность будет расти, ну, и тогда рынок, есть надежда, что он не сдуется. И в каком случае еще это будет расти доходность, ну, прибыли компаний? Как это ни печально, прибыли компаний будут расти, если будут расти цены на их продукцию. То есть, когда деньги накачиваются, то, в общем-то, почему бы компании не повысить цены? И цены будут повышаться. И сейчас очень важно, вот, все следят за этими параметрами, повысятся цены или нет. Но, на самом деле, ценами и инфляцией управляет как раз вот Центробанк и ключевая ставка. Теперь дальше, смотрите. То есть, мы покупаем акции, и у нас, чем выше растет цена акции, тем больше нам страшно, что акции могут упасть. И не безосновательно. Потому что, смотрите, ну, если акции падают, то они могут упасть на 50%, и тут уже, в общем, а зачем их тогда покупать? Вот, вы видите, что они регулярно падают. И когда же они упадут? Вот, поэтому очень важный параметр есть такой, это доходность 10-летних облигаций США. Ну, это считается бенчмарком, то есть, это, ну, как бы главный параметр. Ну, смотрите, если мы, да, что такое облигации? Облигации, это когда мы даем в долг. Если это государственные облигации, то это называется трежерс, значит, казначейские обязательства. То есть, мы даем в долг кому? Соединенным Штатам Америки, грубо говоря. Мы можем дать в долг на год, на три года и на 10 лет, там, на 5 лет есть еще. Так вот, ну, считается показательными, значит, короткие облигации, которые на 2 года и, значит, длинные, которые на 10 лет. Естественно, когда я даю на 10 лет кому-то в долг, то я рассчитываю получить больше, то есть, ну, как бы я на больший срок замораживаю деньги, поэтому я рассчитываю получить больше процент. Поэтому сейчас очень важное внимание уделяется 10-летним US Treasuries, то есть, 10-летним облигациям США. И целевой показатель инфляции, которые хотят добиться ФРС, это, ну, где-то 2,5-3 процента. Это вот в идеале они хотят. Ну, и современная экономическая теория говорит, что там 3-4 процента, это очень хороший показатель инфляции, когда деньги очень быстро крутятся, работают, и экономика работает. Сейчас в США ключевая ставка 0,25, то есть, практически равна нулю, в Европе 0 просто, то есть, ничего не работает. Деньги совершенно спокойно дают, но они не крутятся, потому что они никому не нужны, особенно и кредиты никому, так сказать, не нужны, потому что никто ничего не покупает. Вот, поэтому, значит, правительства всех стран стремятся раскрутить инфляцию, поэтому печатают деньги и выдают, пока, значит, инфляция не пойдет. Что произойдет, когда начнется инфляция? Когда начнется инфляция, то есть, вот сейчас, смотрите, буквально на прошлой неделе доходности по 10-летним обязательствам начали расти. И они были сначала там что-то 1,3 процента годовых в долларах, годовых в долларах, и, значит, они начинают расти до полутора процентов. И уже вот этот рост до полутора, там 1,6 процентов было, вот, уже начинают инвесторы беспокоиться, а не начнет ли ФРС повышать ставку, не началась ли инфляция. И как только ФРС начнет повышать ставку, что произойдет? Это признается тогда, то есть, как бы, фактическое признание, что инфляция пошла, и что не нужно печатать деньги для того, чтобы поддерживать экономику. И, соответственно, вот эта вот разница между спросом и предложением, то есть, вот эта вот накачка денег, она тут же прекращается и тут же начнется вот такой вот... То есть, прибыли начинают увеличиваться, а в этот момент произойдет спад. То есть, спад начнется, когда начнется, когда ФРС начнет повышать учетную ставку. Ну, почему? Смотрите, ну, зачем мне покупать акции, которые могут и упасть с одной стороны, с другой стороны. Если они не упадут, то доходность дивидендная по ним очень низкая. Зачем мне рисковать? Потому что покупка акций это риск, что они могут упасть. Я могу купить обязательства США, которые будут давать большую доходность, потому что они подешевеют. И, соответственно, я получу гарантированный доход. И вот люди поэтому уже начинают думать, а надо ли покупать акции, потому что дивидендная доходность падает. Мы уже поняли, почему. Потому что акции раздуты, сами дивиденды, сами прибыли не растут. То есть, дивидендная доходность падает, цена раздута, она может упасть. Чтобы цена не упала, нужно поднять фундамент. Вот, то есть, смотрите, обвал рынков будет, когда ФРС начнет повышать ставку. Поэтому, значит, надо следить за динамикой ставки ФРС и за динамикой роста доходности 10-летних облигаций. Как только облигации начнут падать в цене, это значит, что доходность по ним растет. И это значит, что вот это сигнал к падению рынков. Вот в этот момент на рынках будет ожидаться коррекция. Когда этого ждать конкретно? Ну, смотрите, я уже сказал, что рынки упадут, когда начнется повышение ставки. Но когда, в какие числа это произойдет? Ну, на самом деле, обычно ФРС не торопится повышать ставку, потому что, ну, как бы, а зачем? Вроде бы и не надо. И ФРС будет повышать ставку только тогда, когда... Ну, когда просто уже экономика пошла развиваться, и ей не надо помогать кредитами дешевыми, дешевыми деньгами. Ожидается, что это произойдет вряд ли раньше осени. Ну, может быть, в конце лета. Но очень вероятно, что вообще, ну, не в этом году, скажем так, в каком-то отдаленном будущем. Вот такие перспективы. То есть, такого, чтобы обвала рынков, ну, пока никто не ждет. Деньги, вы знаете, выделяются. Если Трамп выделял деньги, он непосредственно поддерживал крупные корпорации, то сейчас Байден выделяет еще больше денег. Но говорит, что он будет поддерживать там малый и средний бизнес, будет поддерживать, значит, людей. Но, в общем, с какой стороны не подойди, деньги все равно впечатываются и куда-то вливаются. Они идут на фондовый рынок. Но есть, как бы, серьезное опасение, что рынок еще будет расти и будет расти достаточно долго. Поэтому пока, вот, до лета, до осени я ничего не жду такого серьезного падения. И какие акции в первую очередь вырастут, сдуются, какие акции будут в первую очередь сдуваться? Ну, совершенно понятно. Те, которые сильнее всего оторвались от фундамента, вот в чем дело. И поэтому, давайте вспомним, вот портфель 100 тысяч рублей. Еще раз, на каком, по какому критерию я отбирал акции в этот портфель? По параметру форвард П на Е. Что такое форвард П на Е? Это ожидаемое П на Е. И оно должно, форвард П на Е должно снижаться. То есть, срок окупаемости акций должен, ну, снижаться. То есть, они должны окупаться быстрее. То есть, форвард П на Е, это важно. И именно по этому признаку я выбирал акции. Это те акции, которые не раздуты. Это те акции, которые, ну, фундаментально обеспечены активами. А те, которые раздуты, ну, они, в общем-то, и упадут быстрее. Какие акции раздуты? Ну, прежде всего, это Тесла. Она сильно переоценена. По фундаментальным показателям там вообще зашкаливает все. Вот, и вот эти всякие техи, они тоже, в общем-то, подвержены большей волатильности как раз в периоды, когда вот возникают кризисы. Во время кризиса гиганты, вот эти фанги, они очень сильно росли, но так же быстро они могут сдуться. Поэтому, увы, не увидите у меня в портфеле акции Тесла. Вы не видите у меня акции даже Google. Хотя они более доступны, ну, то есть, у Google стоит в районе, там, 200 долларов. Тесла стоит, там, сильно дороже. Она просто не войдет в этот портфель. Вот, ну, даже если бы вошла, то, в общем, я считаю, что это акции очень сильно переоцененные. И я выбирал акции как раз те, которые не должны сдуться именно по этим критериям. Ну, а как будет меняться мой портфель, я буду рассказывать. Я создал буквально сервис, то есть, портфель 100 тысяч рублей. Это вот там табличка по выбору акций. Я там прямо вот, ну, регулярно буду обновлять этот портфель. Эту табличку можно скачать с интернета. Ссылочку вы увидите здесь или вон там. И я буду регулярно возвращаться к этому портфелю. То есть, вы сможете постоянно следить за этим портфелем 100 тысяч рублей, который. И можно наблюдать, прав я был или не прав, что выбирал акции именно вот по такому критерию. Это небольшие акции, потому что Байден сказал, что будет поддерживать малый и средний бизнес. И, ну, это акции не самых крупных компаний, они должны вырасти. Поэтому оставайтесь на моем канале, сейчас поставьте лайк, смотрите за моими видео. Ну, а я постараюсь доступным языком рассказывать вам обо всем, о чем я узнаю сам. И как я всем этим пользуюсь. На сегодня все. Спасибо за внимание, лайк и до встречи. С вами был Деменков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok